Сотрудники госавтоинспекции продолжают проводить рейды по контролю за соблюдением правил перевозки детей. Их основная цель – снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. Светлана – водитель со стажем, и она на личном примере показывает, что нужно пристегнуться не только самой, но и позаботиться о безопасности своих детей. Во-первых, это его же безопасность, и это мое спокойствие на дороге, а других вариантов я не вижу, чтобы ездить за рулем. Все, спокойно. Нарушение правил перевозки пассажиров, транспортных средств, в том числе детей, является одним из видов правонарушений, представляющих реальную угрозу их жизни и здоровью. Наличие детского кресла в автомобиле необходимо. Это подтверждают и цифры статистики аварии на дорогах Самары. На территории города Самара за 8 месяцев текущего года произошло 99 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 102 несовершеннолетних, один ребенок у нас погиб. Из 99 дорожно-транспортных происшествий 29 произошли именно с пассажирами, то есть пострадали дети-пассажиры. И поэтому мы на постоянной основе проводим профилактическое мероприятие детское удерживающее устройство. Сотрудники госавтоинспекции провели с водителями разъяснительную беседу. Напомнили, что пассажиры до 7 лет должны перевозиться только в автокреслах, сертифицированных и соответствующих возрасту, весу и росту. Если ребенку исполнилось 7 лет, он может пристегнуться ремнем безопасности, но только на заднем пассажирском сидении. Автокресло в случае аварии позволяет защитить детей от травм и снизить тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий. За выявление водителей, которые нарушают правила перевозки детей, предусмотрена административная ответственность в размере 3000 рублей. В ГИБДД напоминают, что одной из наиболее действенных мер по защите водителей и пассажиров, в особенности детей от травм при ДТП, является использование ремней безопасности и специальных удерживающих устройств. Елена Чернявская, Петр Паломеев. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова